прекрасно все можно начинать дмитрий вам слова все прекрасно прекрасно видно представлюсь коллеги меня зовут дмитрий черкашин представляю фонд сполкова департамент регионального развития я в целом занимаюсь санкт-петербургом могу проконсультировать по вопросам получения статуса сколкова могу проконсультировать по по многим другим вопросам либо найти как могу выступать как-то единая точка входа фонд сполкова на территории санкт-петербурга а вот так же что такое регионное развитие сколько я тоже расскажу давайте быстро пробежимся что что такое сколько то есть фонд сполкова это экосистема как мы ее называем и в то же время ее называют все остальные то фонд фонд сполкова это управляющая компания которая собственно собирает как любой другой фонд она организована для поддержки инновационных проектов также научно-исследовательских компаний которые занимаются собственно этой деятельностью в целом инновационный то есть для того чтобы на текущий момент у нас порядка трех тысяч двухсот пятидесяти проектов даже больше сейчас порядка трех тысяч трехсот проектах по всей стране они являются нашими участниками проекта сколкова по данным за 21 год их выручка со всех составила порядка 200 400 247 миллиардов а вот при этом было у этих компаний 64 тысячи человек в качестве рабочих мест есть международные патенты есть просто патенты которые патентуют наши участники вот вы видите показатели порядка полутора тысяч всего патентов было сделано также что такое экосистема сколкова это также индустриальные партнеры дмитрий дмитрий ай извините пожалуйста скажите это у вас на фоне или у кого-то из участников звук не выключен я прошу прощения за вопрос это у меня скорее всего на фоне а все я постараюсь громче говорить чем все смотрите у нас есть индустриальные партнеры то есть их порядка там 130 что такое индустриальные партнеры компании которые находятся на территории фонда сколкова либо они находятся по всей стране это крупные компании которые занимаются эволюционной деятельностью они также привлекают эволюционную деятельность и наталья а так лучше не одинаково ничего меняется так сейчас это попробую изменить коллеги сейчас секундочку дмитрий поменять дислокацию и мы продолжим еще видно слышно меня да всех видно слышно итак я туда вернусь к рассказу о нашей экосистеме так собственно проекта систем у нас есть индустриальный партнер вы уже поняли это крупные компании это передовые компании это могут быть из разных отраслей это и топливно-энергетические компании так крупные или реселлеры да то есть начиная от ленты магнит это крупные биомедицинские проекты такие как хеликс хеликс это ваши резиденты у нас есть разные компании рожь то есть это как и зарубежные так и местные российские компания потом я вам покажу какие также есть просто инвесторы да то есть это как бизнес ангелы так и и крупные инвестиционные фонды которые находятся на территории как россии так и за рубежом несмотря на сложную ситуацию многое не поменялось многое стало как-то трансформироваться но основной упор на дальнейшую работу на развитие инновационного предпринимательства он у нас остался так также у нас скол тех это институт в котором преподают порядка там 130 профессоров студенты с уровня бакалавриат и это также бесплатно проходите экзамены и можно поступить к нам в университет в нашем университете есть единственная в россии на лаборатории лаборатория по тяжелой нефти у нас в этом университете есть тестовые полигоны по 5g технологиям интернет вещей и и другие плюшки но сегодня не об этом разговор и так экосистема также включает у нас 20 технопарков региональных операторов и 10 региональных представителей сейчас там даже 9 то есть кто у нас не справляется с некими показателями исключаем на текущий момент 20 технопарков это наши региональные операторы как мы их называем в санкт-петербурге это с лент полиграф марш на территории которого находится технопарк бизнес инкупатор ингре кто помогает нам сегодня провести данное мероприятие что такое региональный оператор это инфраструктурный объект технопарк который реализует нашу программу рассказывает помогает компаниям по сервисам сколково которые мы готовы оказывать которые оказывают и а и соответственно информационная работа о мероприятиях о некоторых наших событиях которые происходят и внутри фонда так и объявления каких-то новых конкурсах каких-то мер поддержки для предпринимательства вот примерно такая у нас картинка складывается если посмотреть чем занимаются участники проекта сколково абсолютно начиная от нефтедобычи заканчивая генетическими технологиями или мобильными сетями пятого поколения вот порядка 3 400 участников по всей россии для того чтобы стать участником проекта сколково абсолютно не обязательно куда-либо переезжать перевозить свое юридическое лицо у нас вы можете оставаться на территории своего родного региона что вы получаете на территории выпрах проходя нашу экспертизу становясь нашим участником вы просто должны согласовать и обязательно нашим участником может являться юридическое лицо российская российской федерации принадлежать и больше никаких обязательств но в плане того что существуют такие слухи что фонд сколково держит забирает какую-то часть компании такого нет да то есть вы являетесь учредителем компании вы же являетесь собственно выгода приобретателем что вы приобретаете да так это у меня слайд еще про наше оригинальное развитие с чем занимаются оригинальные операторы представители то есть они собственно помогают поиск привлечения новых участников сопровождают текущие проекты которые на территории региона в котором оригинальный оператор вот а также занимаются собственно каким-то взаимодействием где-то даже помощь либо свести например там наших участников с органами власти с какими-то потенциальными заказчиками то есть в целом такая тоже точка входа как и в сколково так и на территории региона происходит какое-то вот общение и диалог даже с и органами властями представителями крупного бизнеса то есть такую работу также наши виды региональные операторы так это все показатели насколько все хорошо и не скрою до практически рост в два раза за год у нас произошел при том вот 21 то есть довольно таки хорошие показатели это собственно как появлялись наши региональные операторы табличка показывает такой статус бар началось с 2017 года и вот до сих пор у нас сейчас вот как они появлялись по мере то есть 2018 году лен программаш стал нашим региональным оператором это что касается санкт-петербурга сейчас у нас 2022 год у нас порядка трех еще дополнительно будет оригинальных операторов то есть мы с каждым годом расширяем линейку таких компаний технопарков которые сервисы сколково здесь не перечислены это страна наша где показан так возможности взаимодействия и так что же вы получаете становясь нашим нашим участникам проекта да то есть у нас есть так условно делим наши сервисы на такие две части это монетарные и не монетарные сервисы то есть монетарная поддержка это то что получает каждый участник проекта осколково это налоговые таможенные льготы это возможность возмещения части инвестиций бизнес ангелами а также грантовое финансирование неких разработок либо это еще что-либо участие выставках пилоты какие-то проекты вот но как многие наши участники в дальнейшем говорят что нет ни это то ради чего они пришли им сколько именно вот этот остальная остальная часть круга да то есть не монетарные сервисы которые у нас оказываются это выход на международные рынки так филе рационной компании как в россии так и за рубежом это содействие в коммерциализации я как упоминал уже это некий компонент да то есть с правительством какое-то взаимодействие с крупным бизнесом вот это защита интеллектуальной собственности юридические услуги там если у вас какие-то сделки происходят всегда можно приглашать наших специалистов которые могут вас проконсультировать наша юридическая служба также помогает в таких вопросах привлекаются инвестиции это представление на либо как клубом инвест клубом либо каким-либо частным инвестором которые также в нашем окружении всегда присутствуют всегда присутствует доступ к инфраструктуре цкп это мероприятие которое ежегодно и у нас очень много мероприятий проводится как на территории сколково так и по всей стране там всем известный я думаю стартап тур который проводится самого начала да то есть самого основания сколково то есть помощь тринадцатого года стартап тур идет по стране каждый в каждом регионе подряд идут стартап сессии пич сессии на которых даже есть денежные призы вот и стартап village там московское мероприятие в москве на котором вы тоже можете встретить посмотреть чем занимаются другие участники наших про на нашего проекта то есть всегда есть такая обратная связь наши участники всегда готовы и сотрудничать и где-то даже некоторые компании я помню организовались из двух других участников да то есть два разных участника которые создают потом третье юридическое лицо которое тоже в качестве познакомились и создали что-то новое вот так же у нас есть менторские программы то есть это представители и бизнеса и и и в целом там известные личности которые признанные эксперты это ученые из того же и университета и высшей школы экономики например там и выше что международной школы шоуского то есть они всегда готовы вас поддержать спросить но это такая с двух сторон связь идет когда вы ваш в ваш заинтересовал некий эксперт ментор и точно также он должен заинтересоваться вашим проектом да то есть поэтому если вы пишите некую заявку вы должны написать ее сочно интересно чтобы этот человек тоже заинтересовался ну и когда такая химия сложилась вы всегда имеете право пообщаться и получить менторскую поддержку вот данного человека также у нас есть пиар поддержка что это такое то мы привлекаем на всех мероприятиях крупные издания наших мероприятиях на мероприятиях наших партнеров мы всегда стараемся поддержать наши проекты например совсем недавно был во владивостоке в восточноэкономических форум там был наш стенд на котором так никому не интересно слушать про фонд всегда мы представляем свои проекты вот то есть но чем мы можем гордиться мы их называем своими понятно что это не наш проект это проекты участников вот навсегда мы готовы их подсвечивать рассказывать какие они классные как чего они добились а вот и конечно же всегда рады новым победам наших участников тем самым я призываю вас также становиться нашими участниками и вот собственно мы перешли к тому как стать нашим участникам все очень просто если у вас есть проект на стадии даже идеи и вы ощущаете что это инновационный проект который изменит жизни многих людей вот то вы как частное лицо можете подавать заявку на нашем сайте sk.ru на сайте sk.ru вы регистрируете личный кабинет начаться на лицо то есть у меня есть свой там еще у кого-то да то есть и заполнять заявку заявка состоит порядка из 27 пунктов часть из которых это просто там какая-то личная информация лично ну я имею ввиду отдельные пункты там и телефон и имейл вот название проекта и в данной заявки вы должны описать идею точнее начиная от проблемы которую ваш проект решает заканчивая командой которая будет решать которая будет собственно этот проект реализовывать да вот как только вы заполнили заявку ну собственно это формальная проверка дальше будет экспертиза по существу это вот собственно будут эксперты даже часть каких-то ученых да то есть либо эксперты вот в данной области по которой ваша заявка где вы должны они должны ответить на четыре вопроса да то есть какой потенциал коммерциализации у вашего проекта какие конкурентные преимущества по сравнению как с российскими разработки так и зарубежными вот и потенциал коммерциализации также вы указываете как в россии да так и за рубежом почему нет вот насколько это теоретически можно реализовать и компетенции команды то есть понятно что любой проект на одном человеке достаточно сложно вывести то есть нужны специалисты если таки проекты пойти специалисты не только человек которого есть идея то есть об этом надо будет указать даже если у вас нет юридического лица и эти специалисты они потенциально просто привлечены как 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 друзья там или еще кто-то если они привлечены к решению там данного проекта они просто пишут заявление что да я такой то такой то я в курсе что есть такой то проект и я готов в нем участвовать вот после чего вы получаете заключение экспертизы да вот данное заключение экспертизы там либо да либо нет вот соответственно если нет то почему вам обязательно будет рассказано почему обычно это либо вы не учли своих конкурентов либо вы не сделали некий такой срез своих конкурентов то есть многие говорят у нас конкурентов нет но чаще всего конкуренты есть пускай даже косвенные но как-то эту проблему решали до вас и и соответственно об этом тоже надо упомянуть и эксперты часто говорят есть конкуренты и и и тут уж они сразу заворачивают заявку и что вам остается делать вы просто эту заявку получив отрицательный ответ вы возвращаетесь на стадии заполнения вы можете с учетом комментариев экспертов собственно провести некую работу над ошибками и изменить заявку чтобы экспертом стало понятно что вы учли и конкурентов и рассказали как чем вы собираетесь заниматься зарабатывать на чем вы заработаете заработать деньги из этого проекта то есть это возможно продажи технологии возможно вы будете выпускать какую-то действительно там продукцию если это идти продукты да то вы будете либо продавать либо продавать лицензию либо подписочная еще какая-то система то есть об этом тоже надо сказать также не забывайте про цифры что если вы видите у вас порядка 20 миллиардов рынок вы с этого рынка там отбираете такой процент ну то есть предположить как ваш проект будет существовать вот в идеале там в каком-то видимом горизонте дней вот требования к участнику также вы видите а ну и собственно подав снова заявку она проходит опять-таки и формальную проверку потом экспертиза по существу и экспертное заключение если все хорошо то вы получаете статус участника чтобы стать получить этот статус вы должны будете создать юридическое лицо тут уже все-таки получил получили получила экспертиза как физическое лицо вы описали что вот есть проект и мы говорят дать проект имеет права на жизнь на жизнь да то есть ну в рамках нашего фонда да опять же потому что есть проекты которые имеют права на жизнь в принципе любой проект имеет право Но в рамках нашего фонда мы согласны. Отличное решение. И вот у вас эта экспертиза, она действует 6 месяцев, после истечения которых, возможно, ваша технология может устареть или еще что-то, либо кто-то что-то новое сделает. Поэтому условно взято 6 месяцев, за которые вы должны создать юридическое лицо. Сейчас это несложно сделать. Оно должно соответствовать соответственно уставу. То есть на сайте sk.ru есть требования к уставу, а также шаблон устава, который вы должны будете указать. Там будет основное, на что делается упор, это, конечно же, деятельность. Деятельность должна быть научно-исследовательская. То есть должно обязательно быть указано, что вы занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, ну и плюсом, например, коммерциализации, еще что-то. В общем, исходя из этого устава, вы делаете юридическое лицо, и уже на это юридическое лицо, которое будет заниматься данным проектом, с которым вы получили положительную экспертиву, вы получаете статус участника Сколкова. И это юридическое лицо, собственно, будет получать все льготы, будет получать гранты, будет получать всевозможные бонусы от фонда Сколкова. Вот. Требования к участнику – это наличие статуса юридического лица, положительное решение в ходе предварительной вот этой вот экспертизы и соответствия правилам исследовательской деятельности. То есть это, собственно, об уставе. Исследовательская деятельность – это прикладные, поисковые, научные исследования, экспериментальные разработки, научная и техническая деятельность и в целях получения, осуществления результатов и коммерциализации этих разработок. Вот. Вот этот процесс, подача заявки, он занимает, ну, ее экспертиза, порядка месяца-полтора. Вот. Есть возможность для участников, которые, например, хотят ускорить и получить процесс за 10 дней, точнее, мечтают. То есть не факт, что это получится. У нас есть некая платная возможность, да, то есть провести некий такой более курс, да, назовем это курс, программа FastTrack, да, подавая заявку на этот FastTrack, они у нас проходят с какой-то очередностью программы, бывает по интернет-технологиям, информационным технологиям, да, то есть IT, биотех. Промышленность, то есть это абсолютно разные программы, но тем не менее, собираются эксперты и, например, в течение там 7 дней они с вами разговаривают, что у вас за проект. Они помогают вам изменить заявку, да, где-то пересмотреть свой проект и потом подготовить вас вот на 10 день, сделать некий питч, после которого у всех экспертов не останется сомнений, что ваш проект нужен. Но тем не менее, некоторые все-таки проекты где-то стесняются там всю правду рассказать про свой проект. В общем, иногда бывает так, что проекты даже на FastTrack заплатив… На самом деле, деньги небольшие, ну, для компаний, например, там, по-моему, порядка 40 тысяч рублей вот эта услуга стоит, но тем не менее, да, то есть некоторые компании делают, у кого-то получается, у кого-то не получается. То есть тоже довольно-таки интересно. Вот поэтому призываю всех пользоваться, конечно же, бесплатной частью. Тем более, у вас есть всегда возможности исправить и подавать снова. Так, это грантовая служба, да, наша грантовая экспертная служба проведена порядка 100 тысяч экспертиз и 15 тысяч проектов за 5 лет также были посмотрены этой службой. Не все стали нашими резидентами, видите, порядка 15 тысяч посмотрено и всего лишь 3 300 на текущий момент являются нашими участниками. Вот. Ну, надо учесть, конечно, что уже наступило то время, фонд работает с 2012 года, соответственно, статус участника выдается на 10 лет, вот, либо достижение выручки участника миллиарда, годовой выручки миллиард. То есть выше миллиарда вы больше не МСП, да, то есть немалое и среднее предпринимательство, то есть это уже крупная компания. Соответственно, как только вы переросли выручку за год в миллиард, то, соответственно, извините, вы не можете являться участником проекта «Сколково». Точно так же по истечении 10 лет вы лишаетесь статуса. Вот. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы продлить этот срок, да, то есть там выдали статус, получил человек, компания, и можно дальше работать. Вот. Ну, на текущий момент такие данные. Так. Гранты. Так. Это вот как раз-таки монетарная поддержка. Это бизнес, возможность возмещения части инвестиций бизнес-ангелами. То есть у нас, как есть для бизнес-ангелов для обычных компаний, так и для студенческих. Сейчас подобная программа. Что эта программа дает? Что если у вас есть некий инвестор, да, то есть это частное лицо, готовый вложить деньги в ваш проект, то вы, то он, собственно, данный инвестор имеет право возместить, возместить до 50% вложенных средств, но не более, чем уплачено НДФЛ, да, за три года. То есть это такой некий налоговый вычет, да, то есть точно так же, как некоторые люди покупают квартиры, и если у них есть достаточно уплаченного НДФЛ, это значит, вы подтверждаете, что ваши деньги были там условно заработаны там честным путем. Вот, соответственно, точно так же вы можете возместить до 50 тысяч рублей, до 50% вложенных средств, но не более 20 миллионов, то есть возмещение до 20 миллионов рублей. То есть если вы внесли, если ваш инвестор, да, потенциальный бизнес-ангел, ну, так называемый, внес до 40 миллионов рублей, то, соответственно, у него есть возможность вернуть деньги до 20 миллионов рублей. Вот, соответственно, такие деньги вы либо докладываете обратно в это же, реинвестируете, либо можете купить себе машину или квартиру. Вот, опыт реализации, это вот порядка двух миллиардов на текущий момент уже было привлечено инвестиций и выплачено бизнес-ангелам порядка 700, ну, порядка 800 миллионов рублей уже было вернуто нашим бизнес-ангелам. Такие, ну, собственно, это цель стимулировать инвестирование в такие стартапы, то есть, грубо говоря, вы рискуете только частью своих средств, да, вот. И многие частные инвесторы пользуются данной программой, а некоторые компании, являясь нашими участниками, они, собственно, находят таких людей специально, чтобы сделать такой вычет налоговый. Так, грантовая поддержка, да, участников Сколково. Так, нет, это не грантовая, это доращивание, технологии доращивания. Это гранты до 7 миллионов рублей, которые идут на доращивание технологий. То есть, в данном случае, если у вас есть потенциальный партнер, который готов вашу технологию или ваш проект у себя разместить, да, то есть внедрить на своем предприятии, то, соответственно, вы можете рассчитывать на данную поддержку. Также вы должны быть участником, одним из участников Сколково и быть участником одного из наших акселераторов, да, то есть пройти акселерационную работу. То есть тогда в таком случае, да, у нас, у наших экспертов, которые принимают решение об этом гранте, да, не будет сомнения, что вы получили уровни, ну, условно, вы получили то образование, которое вам поможет с уровня ТРЛ-5 до уровня ТРЛ-9, я думаю, все знают, подготовиться к данному вашему проекту и стать, собственно, потенциальной компанией для внедрения, да, то есть в корпоративном каком-то акселераторе. Вот на текущий момент выплачено по данной программе уже порядка 2 миллиардов рублей и 400 проектов стали, внедрили свои работы. Вот пример участников, которые получили эту поддержку. Это Биорг-компания, например. это одна из крупнейших компаний, которая вот развивается в распознавании текстов, да, то есть они, цифровизация архивов и тому подобное. Вот, также группа ИБИ известная. Вот. Так, очень интересная грантовая поддержка, которая называется «Федеральный проект цифровой технологии». Это 555-е постановление правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 года. В данном случае фонд «Сколково» выступает только как оператор, то есть мы не владеем ни этими деньгами, да, то есть мы просто даем условно свою экспертизу. Что это за программа? Программа рассчитана на компании как раз-таки, вот как доращиваем технологии, только, например, это первое внедрение российских решений в сфере IT на конкретных, на крупных предприятиях, то есть, ну, или каких-то предприятиях, которые готовы. То есть если внедрение, автоматизация, цифровизация данного какого-то процесса на предприятии, например, вот совсем недавно был КАМАЗ-предприятие, да, то есть они внедрили некую технологию наших клиентов, нашего, одного из наших проектов, стартапов, и вот на это первое внедрение они получили порядка 80 миллионов, да, то есть условно все внедрение стоило 100, наш стартап получает все 100% данной суммы, 100 миллионов, да, вот, и при этом 80% это федеральные средства денежные, а само предприятие, которое оплачивает, как бы оплачивает себе цифровизацию, оно платит всего лишь 20 миллионов, то есть 20% от суммы, натуральной суммы данного внедрения. Вот, что получаете, что получает предприятие, крупное предприятие получает, собственно, технологию, да, цифровизацию своего какого-то участка производственного, при этом наш стартап получает полную сумму, да, то есть заработал, и при этом стартап получает как-то в портфолио такого крупного заказчика, да, то есть когда вы будете рассказывать в дальнейшем, да, у вас есть отличный кейс, который вы можете всегда рассказать, то есть мы внедрили, там отсухровали, там или еще что-то сделали, вот. Ну и, собственно, здесь описано, что размер гранта от 20 до 300 миллионов рублей, получатель грантов – это заказчик, то есть заказчик, ваш заказчик, он получает эти деньги и расплачивается этими деньгами с вами, да. Разработчик продукта – это российское юридическое лицо, которое обладает исключительными правами на продукт, напоминаю, да, то есть все исключительно в вашем, так сказать, вы владелец. И потенциал тиражирования должен быть обязательно, что условно вы внедрили не на одном предприятии, а есть потенциал внедрять на остальных, на каких-то других крупных компаниях, да, но уже не по данной программе. То есть данная программа поддерживает первое масштабное внедрение. Вот пилотный характер, вот, собственно, как раз то, о чем мы говорили. Так, это что касается таких интересных новых программ, которые, может быть, кто-то не слышал, кто-то не знает, но это вот некая summary, да, по финансовой поддержке компаний. Давайте быстро расскажу, да, то есть возраст инвестиций в бизнес-анкелом, это есть у нас также венчурные инвестиции, это дочка фонда, да, Сколково Венчурс этим занимается, привлекает привлечение инвестиций, то есть у нас есть некоторые финансовые инвестфонды, которые по всему миру, на самом деле, мы привлекаем их, у нас существуют там некие бизнес-миссии, которые мы также, наши стартапы участвуют, и мы привлекаем там их. А сейчас тоже они существуют или они на паузе сейчас? Смотря какие. У нас есть направление Арабские Эмираты, у нас есть направление Индия, у нас осталось направление Китай, Бразилия, Иран, то есть у нас тут как бы понятно, что что-то стало сложнее, что-то мы нажали на паузу, но многие связи, которые выстраивались, я же говорю, что выстраивались фондом порядка там с 2012 года выстраивались эти связи, и многие остались. Вот что-то на паузе, у нас был проект, который должен был запуститься в марте с компанией Roche, это швейцарская компания, в Санкт-Петербурге мы его собирались запустить как раз-таки по привлечению стартапов, которые занимаются медицинскими стартапами. И, соответственно, все это буквально нажали на паузу, то есть для всех выглядит, как все остановилось и ничего не будет. Но до сих пор у нас ведутся какие-то, ну уже гораздо реже, но тем не менее мы с ними общаемся, что когда мы вернемся к этому проекту, они говорят, мы вот хотим к этому проекту вернуться, я не буду называть сроки, но тем не менее все люди понимают, что рано или поздно что-то изменится, и лучше что-то продолжить, чем с нуля выстраивать. Вот поэтому наши какие-то основные партнеры, они все еще наши, мы их считаем нашими, ну и они, соответственно, видят и выгоду в дальнейшем каком-то работе. Также есть у нас Скокова финанс, это лизинг, это кредитные продукты, мы работаем с 10 крупнейшими банками России. Вот. По каким-то параметрам у нас один из резидентов сделал такой, сделал некий такой срез, то есть он посмотрел, какие разные программы, то есть он сказал, что это не самые выгодные программы и по лизингу, и по кредитованию. Вот. Поэтому, ну, как бы рассчитывать, что это прям супер, но тем не менее даже такой продукт у нас есть. И, соответственно, гранты. Гранты для стартапов. Я про них, кстати, забыл рассказать. У нас есть еще микрогранты. То есть у нас, я рассказал про гранты на доращивание, у нас есть еще микрогранты. Это гранты до полутора миллионов рублей, которые любой стартап имеет право получить и потратить на конкретные нужды. Конкретные нужды у нас обозначены, также есть список конкретных нужд. То есть это целевые гранты, выделяемые на участие в выставках, на изготовление некого пилотного продукта, то есть прототипа. Например, этими грантами можно оплатить услуги Центра защиты интеллектуальной собственности, то есть запатентовать что-то там в процессе уже являясь. Вот, соответственно, данные услуги, они также могут быть оплачены, предоплачены грантом, либо потом компенсировать этим грантом. Вот, таких грантов вы можете получить в год не более четырех миллионов, то есть, но сам единичный грант выплачивается не более полутора миллионов. То есть, например, там в год вы можете взять два по полтора миллиона и там добрать еще какими-то микрогрантами там по 500 миллионов, 500 рублей, 5000. Вот, то есть возможности есть, всегда это рассматривается на каких-то, ну, на совещаниях, то есть заявки подаются через личный кабинет, то есть личный кабинет, который вы заведете, он у вас останется, там же у вас будут сообщения приходить, также у вас будет, например, некий проектный менеджер, с которым вы можете обсуждать, как развивать свой проект, как вы видите свое развитие, будут даваться какие-то комментарии, ну, то есть вас не оставлять, стали и стали. Нет, всегда можно обратиться, у нас все чаты доступны, мы всегда рассказываем, какие у нас есть нововведения, вот, поэтому вы будете всегда в курсе последних новостей от Сколково. Так, сервисы, значит, да, Сколково это комьюнити, я уже говорил, что у нас есть как стартап, вилледж, у нас есть Escale Regions, у нас есть всевозможные метапы внутри Сколково, у нас есть выездные конференции, мы, как говорится, всегда стараемся держать руку на пульсе, всегда проводим какие-то и встречи, и, как многие компании, наши участники говорят о том, как раз, что именно это помогает стартапам во многом находить и клиентов, и партнеров, и инвесторов потенциальных. Да, то есть тут вот, собственно, написано, да, как мы продвигаем бенд, это доступ к иностранным партнерам, зарубежным, русским, это участие в международных акселераторах, которые также проводятся, также это конференции, стартап-тур, стартап-илледж, открытые новации, ну и также вот льготное участие в отраслевых мероприятиях, международных в том числе, вот, также это публикации в СМИ, и, собственно, как мы это называем, что это доступ в одно рукопожатие к любому иностранному партнеру, это так немножечко наш международный департамент, коллег пропиарил, заметно, вот, один из сервисов, это центр, центр интеллектуальной собственности, Сколково, у нас он, он очень хорошо работает, уже на протяжении нескольких лет, они являются, ну, плюс 10, да, 2-10 плюс, то есть более 10 лет, они являются достаточно, очень сильны, как по нашему местному российскому законодательству, так и по международному, также их услуги, они идут как по льготной цене, так и, в принципе, вы можете оплатить их с помощью, как раз таки, микрогрантовой программы, да, то есть свои деньги вы сможете поберечь, что еще, это участие для, в акселерационных программах фонда, то есть кроме всего, да, то есть вы получаете, как и экспертизу, вы получаете некое, некие знания, и при этом у вас есть выход на конкретные крупные компании, в том числе, из основных стейкхолдеров, да, там, например, там, нефтегазовые отрасли, там, те же самые, я вот говорил, магнит, лента, то есть все эти компании, они, как и сами, собирают проекты по всей стране, так и, в принципе, прибегают к нашим, так сказать, к нашим услугам, потому что у нас есть и экспертиза, доказанная, то есть уже годами выработана самоватикой, и, соответственно, мы сами стараемся привлекать таких партнеров для какой-то совместной работы. менторская программа, это как раз точно не рассказывал про менторов, то, что у вас их порядка, очень, на сайте mentors, mentors.sk.ru, вы можете найти, то есть у вас, на самом деле, вся информация в открытом доступе, всегда до нее можно достучаться. Так, это внешнеэкономическая деятельность и таможенные льготы, то есть все это так и есть, наша компания пользуется этим. Таможенные льготы распространяются на оборудование, которое вы завозите из-за рубежа, например, и пошлина, там, полнулевая пошлина идет, но надо доказать, что данное оборудование необходимо для реализации проекта. То есть, например, если вы производите что-то, например, вот у нас делают, разрабатывают новое покрытие на основе резины, да, там, для асфальта, соответственно, если они будут закупать оборудование по производству курсанов, например, то это не профильно. Точно так же иногда у нас надо доказывать, когда вы, если вы поехали на выставку, она должна быть профильная, но некоторые компании, например, точно так же, как IT-компания, она не ездит по профильным выставкам, да, по IT-выставкам, например, они разрабатывают некое ПО, которое используется для риэлторов, соответственно, они могут ездить на выставки, также посвященные строительству, продаже, недвижимости и тому подобное. То есть тут надо понимать довольно-таки гибко, но надо чем-то обосновать, как и в принципе за любой грант всегда надо отвечать. Собственно, мои контакты можете просканировать, кому надо, могу выслать данную презентацию. Мне надо. Если можно ее сделать доступной для коллег, было бы прям отлично, я тогда куда-то в облако ее залью и сделаю ссылочку вместе с записью. Вот, Иван меня поддерживает, что всем надо. Да. Дмитрий, могу попросить пробежаться по вопросам из чата, что-то вы уже озвучивали, коллеги иногда это раньше времени задавали, вы еще до этого не успели дойти, они об этом писали, может быть, тезисно подсветить буквально пару фраз. Так, интересные подробности про требования к инновационности. Смотрите, инновационность, ну, мы условно делим на некоторые такие вещи, которые можно, то есть инновационность, она скорее это то, что попадает под патентование, то есть патент в любом случае практически все наши компании, они делают патент на свою разработку, да, там, либо какой-то временный патент, но тем не менее они там регистрируют как ноу-хау, и исходя из этого можно говорить об инновационности, но назовем так, когда проходится экспертиза, у вас не может, может даже и не быть патента на текущий момент, у вас есть идея, но вы должны в своей заявке тогда описать, что вот есть некая проблема, которая решается такими-то такими-то способами, я же со своей стороны, да, я как заявитель провел, ну, условно, такое некое изыскание, да, вот смотрите, я там обратился, там вот увидел такие-то публикации, и то, что я делаю, еще никто не делает, либо делает, но совершенно другим способом, вот, примерно такие требования, и если вы докажете, у вас, если эксперты будут давать какие-то контраргументы, вы всегда имеете право, да, подавая заявку снова, то есть, если вам только отказали, подавая заявку снова, вы всегда сможете как бы более широко, либо отвечая на данные комментарии, как-то по-другому раскрыть данную инновационность своего проекта. Напомню также, что фонд Сколкова поддерживает научно-исследовательские проекты, которые в четырех направлениях, это ИТ, да, у нас ИТ-кластер, у нас биомедицинский кластер, у нас передовые промышленные технологии, в том числе космические и ядерные технологии, и это энергоэффективные технологии, да, то есть все, что связано с альтернативными источниками питания, с какими-то новыми технологиями в нефти, газопереработке, вот, энергетике, вот это все тоже попадает косвенно, прямо в наше, так сказать, и биомедицинский кластер, он также рассматривает агропроекты, да, то есть начиная от животноводства, заканчивая новыми лекарственными препаратами, да, то есть абсолютно разные. Так, расскажите, пожалуйста, сколько максимально срок рассмотрения заявки на статус полкового? Порядка месяца, я сказал, но бывает, так как он увеличивается на две недели каждый раз, если вдруг по какой-либо из причин не смогли рассмотреть заявку, нам надо минимум пять экспертов, чтобы они рассмотрели вашу заявку. Вот, если какой-то какой-то из экспертов, а сейчас довольно-таки часто у нас бывает так, система автоматически направляет разным экспертам, кто-то вне доступа, кто-то там были также у нас зарубежные эксперты, вот, кто-то, например, там, не может этого сделать, то есть они приходят от каждого, не рассмотрел, просрочил, такое тоже есть, но обычно, если это затягивается на какое-то время, всегда можно обратиться либо ко мне, мы там как-то постараемся в ручном режиме как-то пожаловаться, пожаловаться в нашу экспертную службу. вот, так, дальше. Пожаловаться в ручном режиме это вообще хорошо. Ну, я про это и говорю, что я вот, например, для Санкт-Петербурга являюсь таким точкой входа, да, то есть если вдруг там где-то на сайте вы не можете найти там телефон конкретного человека, то есть я постараюсь устроить эту встречу, да, то есть, ну, внутри фонда я имею в виду, то есть со мной вот вы видите и мобильный телефон, и рабочий, и имейл, то есть со мной можно связаться по-всякому, то есть и WhatsApp, и Telegram на данном телефоне всегда пишите. И в принципе у нас есть чатики, да, то есть не только со мной, есть юридическая служба и фонда, там часто задают вопросы именно юридические, потому что я в любом случае как человек внутри фонда буду просто перенаправлять по каким-то вопросам, в которых я там не силен, какие-то комментарии я могу там делать. Так, сейчас самая выгодная программа это развитие медицины, учебные и тренировочные средства для обучения медицинского персонала. Я согласен, у нас есть такие проекты, думаю, таких и по телемедицине и по каким-то технологиям новым и по импортозамещению неких старых тоже у нас работают сейчас проекты, вот, поэтому поддерживаю. Так, это про презентацию всем надо, да. Так, следующий вопрос, если есть юридическое лицо открытое в рамках старт, с ним можно подавать заявку или нет, нужно будет создавать новое. Смотрите, если, я напомню, что у нас к юридическому лицу всего лишь два требования, это российское юридическое лицо и должно быть устав этого юридического лица должен быть такой, как ускоковый. И если мне не изменяет память, в рамках старт-1, это программа ФСИ, да, то есть в помощи действия инноваций, соответственно, у них, по-моему, там как раз таки юридическое лицо в нужном формате. Если нет, то всегда можно внести правки в устав компании, вписав там вот эти моменты, которые связаны с нашим фондом. Так, на оборудование грант могут дать. Да, но этот грант должен не превышать полутора миллионов рублей. Это если микрогрант, это то, что легче сделать всего что-то покрупнее, да, то есть тогда вам надо участвовать либо в программах доращивания на оборудование, там грант тоже, по-моему, можно получить. Но вот как такового нет такого. Так, Анжела. Анжела, добрый день, я вас помню. Биопринтех, заявка на экспертизе по существу уже четвертой неделе, писать техподдержку или ждать. Смотрите, писать техподдержку обязательно, вот, и если у вас есть номер заявки, у вас есть телефон, можете мне прислать, я могу посмотреть, на каком этапе она там зависла, и если надо, тоже скажу, что ответить, чтобы наши коллеги связались, либо как-то, то есть почему она на паузе. Так, прекрасно. Дмитрий, вопросы закончились? Я как предлагаю, что еще один вопрос, а потом уже к пичам приступим, но там, я думаю, параллельно, пока ребята выступают, можно будет продолжать писать вопросы, вы там в перебивках, может быть, сможете коротко на них отвечать. Да, смотрите, вот давайте на последний вопрос я тогда отвечу, разработка MVP IT-решение, грант до полутора миллионов распространяется ли? Смотрите, по грантам, по IT-решениям это не прототип, там к слову прототип, вот они придираются, IT-решение, там надо тогда свой прототип как-то назвать, то есть MVP, а грант на прототип. Соответственно, если там есть какая-то обходная вещь, именно вот надо будет с нашей юридической службой, я также Наталье оставлю ссылку на телеграмм нашей юридической службы, на которую можно будет потом собственно обратиться и спросить этот вопрос, потому что некоторые компании каким-то образом получают грант на IT-решение, то есть на MVP, а другие компании вот им прям заворачивает и говорят, ну это же не прототип и все, вот поэтому есть возможности, вот, так, Олеся пишет, мы еще не являемся участниками Сколково, можно ли приехать к вам Сколково для встречи и взаимодействия для полного понимания участия? Да, можно, вот, приезжайте в Сколково, если хотите, если вам близко, просто походить у нас интересно, хотя сейчас холодно, я вчера был в Санкт-Петербурге, приятно было порадоваться солнцем, это временно, последний день сегодня, чтобы в Москве было не обидно, я успокаиваю, как бы. Еще хочу рассказать, что у нас по четвергам, по четвергам ведется встречи, да, опять же, со мной, с Лен Полиграфмаш, вот в таком Zoom формате, когда мы общаемся и можем и по проекту, и по данной заявке конкретной, когда пишут, то есть мы проводим четверговые встречи, мы так назвали, где какие-то у нас решаются вопросы. так, можно будет ссылочку на эти встречи, они по Zoom уже можно будет туда подключиться? Да, они по Zoom подключились, ну там единственное, что 15 минут мы даем на встречу, ну вот, если можно решить за 15 минут, мы решаем за 15 минут, если нет, то вы оставляете потом контакты и мы потом на это. А это индивидуальный, да, разбор? Да, то есть это индивидуальный разбор, 15 минут на встречу и эти встречи на сайте Лен Полиграфмаш в лмптех.ру там можно записаться, вот, я тоже Наталья вам скину саму ссылочку, где можно записываться на данный